Дорогие мои, всем привет-привет! Давайте поговорим о Таро. Если вы в начале своего пути, то как правильно сделать, чтобы этот путь был легким, комфортным, удачным и, с одной стороны, приносил вам удовольствие, приносил вам денежку, приносил пользу и поддерживал вашу энергию. Во-первых, первое, это, конечно же, выбор колоды. Это выбор колоды и классика жанра все в основном начинают с Таро Артуру Уэйта. Это правильно, потому что это одна из самых простых, понятных, доступных колод, которые очень легко читаются. Да, для многих начинающих тарологов всегда большая проблема, как выучить значение карт. И люди начинают зубрить, а это никак не зазубривается. Во-первых, их не надо учить значение карт. Чем хорошо колода Уэйта, тем, что в ней все видно и понятно. Все нарисовано. Нарисовано сердце, пробитое мечами. Понятно, что это про печаль, про расстройство. Нарисованы мужчины и женщины, которые смотрят друг на друга влюбленными глазами, у них переплетены руки. Конечно же, это про любовь. Нарисована женщина, которая ходит и монетки вокруг нее. Она вся в монетах, у нее куст, целый сад, который заплодоносил монеты. Мы понимаем, что это про богатство и прибыль. Смотрите, какая штука. Это та колода, которая действительно реально очень удобна для обучения. Колод очень много. Вы, в принципе, можете использовать любую колоду, которая вам понятна и у которой есть резонанс, знаете, отзывается, что называется. Поэтому, с одной стороны, выбирайте ту колоду, которая вам нравится, а с другой стороны, конечно, Уэйт в этом смысле, наверное, все-таки лучше. Когда вы уже научитесь, вам будет все равно. Вы сможете работать на любой колоде. Есть сложные колоды. Но начинаем, конечно же, на простой, доступной и понятной колоде. Кстати сказать, очень много колод, которые сделаны по мотивам Артура Уэйта, да, такие его авторские обработанные клоны, иногда не очень обработанные. То есть вы можете и их использовать. Самое главное, не надо запоминать значение карт. Надо научиться видеть карты. А видеть карты удобнее всего на той колоде, которая с вами разговаривает, да. Второе, это такая очень ассоциативная колода. И поэтому ее очень легко, да, запоминать все ее значения и смыслы. Первое, колода. Второе, как учиться. Учиться можно самому. Если у вас уже позвали карты Тарото, значит, есть призвание. Поэтому вы можете учиться по самому. Есть много-много книжек, хороших авторов, да, в которых описаны хорошо карты, в которых, да, даны значения карт. И вы можете учиться по книжкам. Но по книжкам нельзя научиться, не практикуя. То есть вы можете учиться книжке плюс практика. Гадать, смотреть, как все работает. И тогда вы освоите. Естественно, конечно, если уже говорить об обучении Таро, как все-таки, да, более профессионально, нужен учитель. Как выбрать мастера Таро? Это сложная тема. И, ну, в любом случае, это должен быть проверенный человек, да, человек, который вы точно понимаете, что у него есть опыт, что он может передать знания. А с другой стороны, это должен быть мастер, который, да, у которого с вами резонанс. Потому что вы же идете учиться эзотерике не только ради того, чтобы выучить значения карт. И еще раз, тогда можно учиться по книжке. Вы идете к личности, да. И мастер, да, дает определенную школу. Он дает вам свое мировоззрение. Он дает вам свою энергию. Поэтому очень важно, чтобы у вас был контакт с мастером. И дальше нужно понимать, да, вот все-таки в какое направление вам ближе. Потому что бывают школы Таро, где обучают просто предсказания. Сейчас, конечно, магия в моде. А когда я, да, показывала миру свои коррекции, свои авторские методики, тогда еще магией Таро вообще никто не занимался, по-моему, кроме меня. Вот. Но сейчас магия в моде. Поэтому практически во всех школах, да, что-нибудь про магию, да, есть Таро. Но есть школы, которые все-таки сориентированы на предсказание. Есть школы, которые сориентированы на психологию Таро. Есть школы, которые, да, как наши, сориентированы на магию Таро. Потому что для меня является очень ценным не просто научиться гадать, а научиться помогать человеку с полученной информацией что-то делать, да, как-то ее трансформировать, менять, искать возможные варианты. Поэтому вот такие две базовые вещи, это, конечно, мастер, школа, к которому вы пойдете учиться, либо вы выберете курт, да, учиться самому. И колода Таро, которая станет вашим первым инструментом, который ведет вас в этот мир предсказаний.